На Колыме началась масштабная подготовка к началу учебного года. В ее рамках 20 июля стартовала приемка образовательных организаций. Нововведением этого года, вызванным противоэпидемиологической ситуацией, стал порядок оценки готовности. Теперь, помимо очной формы, образовательные учреждения могут быть приняты в заочном и дистанционном форматах. Изменились и требования к обеспечению профилактики распространению COVID-19. Все образовательные организации должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами, рециркуляторами и дезинфицирующими средствами. К стройматериалам, используемым при ремонтах, требования тоже ужесточились. Для лестничного марша, для ступени лестничного марша используется краска специальная, что не горючая, износостойкая, называется «Артекс». Ее производят только в городе Санкт-Петербурге. И оттуда будем доставлять самолетом. Она не горит. Она безопасная. При горении не выделяются средние часа. Из всех уровней бюджета на подготовку к началу учебного года выделено 265 миллионов рублей, из которых более 40 идут на ремонт спортзалов в городских округах, ремонт Аратуканской средней общеобразовательной школы, подготовку классов для открытия точек роста. Кроме того, более 100 миллионов направлены на приобретение технологического оборудования и подготовку пищеблоков во всех городских округах. С начала нового учебного года все школьники с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием. По словам министра образования Магаданской области Анжелы Шурхнов, в этом году выпускников детских садов на 50 человек больше, чем в прошлом. Ожидается, что школы примут более 1800 первоклашек. Мы планируем начать обучаться с 1 сентября. Естественно, что с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением тех безопасных условий, которые должны быть созданы в образовательной организации, с отменой классно-урочной системы, введением кабинетной системы. Решение будет принято, повторюсь, исходя из ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, во второй половине августа. Приемка образовательных организаций завершится до 20 августа. За это время специалистами в очной и заочной формах будут приняты 133 учреждения.